В своих картинах гениальные художники не просто изображают пейзаж, облик человека или события. В них есть загадка, которой не в силах ни разгадать, ни объяснить ни одна наука. Эта загадочность может означать что угодно – радость, раздумья и даже смерть. Загадочность портрета Джоконды, который был написан всемирно известным художником Леонардо да Винчи, на протяжении многих столетий является привлекательной для тех, кто ценит настоящее искусство. Таинственная незнакомка, улыбаясь, как будто магнитом притягивает к себе людей. Джоконда относится к тем картинам, которые не раз подвергались копированию со стороны разных художников и учеников в том числе. Однако, никто из них не смог добиться в этом успеха. Как бы они ни старались повторить всю глубину глаз загадочной женщины Леонардо, как бы не добивались изображения таинственности в улыбке, так ничего и не получилось. Однако, каково было удивление, когда выяснилось, что кроме восхищения изображение Джоконды оказывало и негативное влияние. Об этом свидетельствуют рассказы многих людей, которые приезжали полюбоваться на произведение искусства, созданное поистине мастером своего дела Леонардо да Винчи. Подобная ситуация произошла и со знаменитым французским писателем Фредериком Стендалем. Когда он подошел к картине вплотную, то стал пристально вглядываться в глаза таинственной красавицы, в ее завораживающую улыбку. Затем мгновение, и он теряет сознание. Интересно, а кто же эта незнакомка, изображенная на картине Леонардо? Этот вопрос волнует многих исследователей, и большая часть из них склоняется к версии, что художник изобразил на холсте 26-летнюю Мону Лизу Герарди, которая жила во Флоренции. И ведь на самом деле довольно часто можно услышать об этой картине как о Монна Лизе. Однако сейчас исследователями чаще приводится другая версия. По этой версии портрет является изображением Пачифики Брандано, любовницу Джулиано Медичи, который приходился братом знаменитому папе Льву Одиннадцатому. Женщина, выбранная талантливым художником в качестве модели, имела плохую славу. Несмотря на внешнюю непривлекательность, Пачифика могла обольстить любого мужчину Италии. Работа над своим творением была начата художником в 61 год и закончилась, когда ему уже исполнилось 67 лет. Однако картина, в которую было столько вложено Леонардо, не стала для него счастливой. В свой дневник он сделал запись о том, что он был создан и разрушен одновременно Медичи. Специалисты по непознанным фактам считают, что эта запись стоила в себе очень глубокий смысл. Ни для кого не было секретом, что о Пачифике говорили как об энергетическом вампире. Те, кто находился с ней рядом постоянно, словно таяли. Смерть ее мужа произошла тогда, когда он находился на пике карьерной лестницы. А смерть столь известного любовника Джулиано Медичи наступила в результате чахотки. Вот так и получилось, что от портрета Пачифики тоже исходила эта странная энергия. Художнику порой самому неизвестно, что его работа наполняется той отрицательной энергией, которую он выплескивает, создавая полотно. Гениальным художником Леонардо да Винчи была не только раскрыта внутренняя сущность своей модели, но и перенесена на холст с картиной. И картина с изображением Джоконды не единственная, которая обладает таинственными способностями. Такие картины могут оказывать негативные действия не только на своих создателей, которые пишут их в моменты особого вдохновения, но и на тех, кто просто приходит на них посмотреть на выставки. Они вполне могут принести горе, неудачу и даже смерть. Много говорилось о известном факте вандализма, который произошел с картиной Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Однако мало кому известно, что Репин продолжительное время просто не мог нарисовать на этой картине кровь. Он рассказывал, что каждый раз, приступая к работе, его что-то останавливало. Ему становилось плохо и он прекращал работать. Ну и отказаться от картины он тоже не мог. Она манила его какой-то своей невиданной силой. Но как бы он ни старался, картина не выглядела жизненно. У него получилось внести эту жизнь тогда, когда на улице случайно увидел сбитую каретой женщину и ее окровавленное лицо. С натурщиком художника, с которого он писал сына Ивана Грозного, тоже случилась неприятность. Всеволод Гаршин умер, бросившись в лестничный пролет. Императором Александром III на территории Москвы сначала был введен запрет на показ полотна «Иван Грозный убивает своего сына». Затем он частично был снят, и картина была доступна для просмотра лишь представителям мужского пола. Женщины и дети к показу не допускались. Прошли года, и оказалось, что дальновидность российского императора была абсолютно оправданной. Изображение крови, истекающей из человека, взгляда людей, находящихся на волоске от смерти, имеет огромную энергетическую силу. Так и получилось в случае со студентом Балашовым. Его психика просто не выдержала, он яростно стал резать картинное полотно, не отдавая отчет в своих действиях. Суд признал невменяемость молодого человека. Поэт Максимилиан Волошин на суде сказал, что вина в случившемся лежит на самом художнике, который пропитал всю картину своей агрессией. От таланта знаменитых художников страдали их жены и возлюбленные. Чем талантливее был художник, тем ужаснее заканчивали жизнь женщины. Вот, например, что касается жизни Харменса Ван Рейна Рембрандта. Его жена Саския умерла от чахотки в 30 лет. Она была его музой и ее можно наблюдать на многих картинах художника. Троих детей он потерял, когда они были еще в младенческом возрасте. Сын Титус ушел из жизни в возрасте 27 лет. Вторую жену он потерял тоже тогда, когда она была еще молода. Самыми знаменитыми картинами известного всему миру испанского художника Франциско Хосе Гойи являются работы обнаженная маха, одетая маха. Роль натурщицы была отведена герцогине Альбе, которая прославилась тем, что отбила королевского любовника. Стареющий мастер был страстно влюблен в герцогиню и написал много ее портретов. А спустя три года произошла скоропостижная смерть герцогини, несмотря на то, что она была вполне здоровым человеком. Из жизни Пабло Пикассо известно, что только одной его женщине повезло, и с ней ничего не произошло. Первой его женой была Ольга Хохлова, которую часто можно было наблюдать на картинах мастера. Каждый раз она олицетворяла какой-нибудь новый образ. То она представала в виде задумчивой девы, то в виде дьяволийцы. Она сошла с ума. С югославской художницей Дорой Маор произошло помешательство. Мари Тереза Уолтер, от которой у художника родилась дочь, ушла из жизни через повешение, спустя четыре года после смерти самого Пикассо. С последней женой тоже все закончилось трагически. Она покончила с жизнью, застрелившись через тринадцать лет после смерти мастера. Ничего не произошло только с Франсуазой Гилло, которая бросила его после того, как они прожили вместе десять лет. Об успехе столичного музея Александра Шилова знают многие, но то, что столь популярна здесь среди посетителей картины с изображением дочери Маши, художника, таит в себе страшную историю ее жизни, знают лишь единицы. Маша умерла от болезни, которую невозможно было вылечить. Ей было всего шестнадцать лет. Смерть девочки многие связывают с деятельностью ее отца. А как вы думаете, могут ли картины держать в себе различную энергетику людей?